Вы хотите продвигать свой собственный сайт, но у вас нет денег на его создание? Конечно же, многие идут на конструкторы. Об этом говорят множество реклам, которые занимаются продвижением таких платформ, в частности конструкторов. И действительно, многие создают сайты именно на этих платформах. Почему? Потому что это дешево, но следует помнить, только говорят, дешевый сыр только в мышеловке. Какие подвохи вас могут ждать, когда вы планируете продвигать свой сайт на конструкторе в этом видео. Меня зовут Николай Шмычков, это канал SEO Quick. Поехали! А прежде чем мы начнем нашу тему, не забудьте подписаться на наш YouTube канал и также нажмите колокольчик, чтобы не пропускать полезные уведомления о наших видео, потому что действительно на нашем канале мы рассказываем много чего интересного. Но переходим к теме. И сейчас мы поговорим про продвижение сайтов непосредственно на конструкторе. На самом деле, если мы зайдем на свеженькую статейку на веб-сайт Setup, самые популярные CMS, а CMS это платформы, на которых создают сайты, на самом деле их действительно огромное количество. И что мы видим? А мы видим, что одной из платформ, которая занимает довольно таки топовые места, является VIX. И второй на десятом месте замыкает блогер. Что это такое? На самом деле VIX и блогер это по факту платформа, на котором каждый создает свой собственный сайт фактически в конструкторе. VIX это платформа для создания классических коммерческих сайтов и простеньких интернет-магазинов. А блогер это вообще платформа гугла, на котором вы можете просто создать блог. Я создал свой личный блог в блогер, как только вообще впервые познакомился с интернетом. Потом я перешел на LiveJournal, потестировал эту платформу и остановился на самом популярном вот wordpress.com, на таком простеньком генераторе блогов. На самом деле почему-то, что я решил освоить, что такое wordpress изнутри и решил освоить это на какой-то бесплатной платформе, чтобы стать SEOшником. Но, если мы посмотрим, да, действительно это конструкторы. Что делают конструкторы такими популярными? Ну, действительно, во-первых, это же, конечно же, дешевизна. Например, если вы можете посмотреть, что действительно очень много информации, где вы можете зайти на основной сайт, допустим, вот того же VIX, создать себе прямо вот здесь сайт, зарегистрироваться на нем и сверстать себе свой магазин. Регистрируйтесь, входите с аккаунтом, который вы планируете продвигаться и, конечно же, давайте вместе сейчас зайдем на этот аккаунт и попробуем что-то сделать. Да, вот в общем мы предлагаем, мы предлагаем здесь свой сайт, допустим, создадим для себя тематика сайта бизнес и вот, собственно, такое вот я создал несколько сайтов и давайте вот поедем. И, собственно, вот здесь мы можем выбрать шаблон, где мы можем фактически выбрать готовый редактор по поводу сайта, который мы будем делать. Вот мы можем посмотреть любой из шаблонов и, фактически, вот вы видите, вы понимаете, что это можно заменить, задний фон можно заменить, услуги странички можно заполнить и, фактически, у вас будет уже готовые, фактически, странички просто с нуля. Вам не надо изобретать велосипед, конструкторы это предлагают. Но что они еще могут предлагать? Конечно же, они многие говорят, что они оптимизируют свои сайты под SEO. Они говорят, что действительно многие шаблоны, которые представлены, действительно классные, уже просто готовы для работы. Но есть одно но, с которым вы можете столкнуться. Конструкторы редко занимают первые места в выдаче и здесь есть определенный подвох и об этом мы поговорим в следующем пункте. Это проблемы, которыми вы можете столкнуться, когда выберете сайт на конструкторе. Итак, мы хотим рассмотреть вообще, что такое конструкторы. Конструкторы изнутри, на самом деле, это, фактически, внутренние CMS, внутренние админки, где вы настраиваете тот или иной сайт. И админки внутри серьезно отличаются от привычных админок, которые вы можете развернуть на популярных CMS, будь то Drupal, ModX, WordPress, OpenCart и аналогичные. Здесь они действительно заточены на то, что они имеют собственную техподдержку, то есть, где вы можете, как проплаченный пользователь, потому что вы платите, задать вопросы и получить на них ответы. Фактически все, что в них встроено, изначально заточено под определенные рельсы. То есть, движок, который здесь настроен, по умолчанию направлен сразу на все. То есть, здесь и отдельная SEO-панель, и настройка robots, и настройки редиректов, все здесь делается непосредственно вручную. То есть, вы можете увидеть весь этот контент, он представлен вот в этом меню, и вы можете видеть, вся информация находится просто здесь, как это, как и шаблоны, как и подобные тому вещи. То есть, вы видите, что информация вся представлена в виде так называемых функциональных элементов. И здесь же вы можете понять, что программист спросят, а как подправить код страницы, как подправить тот или иной элемент. И вот здесь вас ждет подвох, потому что отдельные элементы просто так вставить без каких-либо способов нельзя. Вы не можете отредактировать по факту сайт в том виде, как он есть. Вы можете визуально переставлять элементы, но что-то свое в нем внедрить, что-то свое в него делать, добавить какой-то свой собственный скрипт, какой-то собственный функционал, вряд ли у вас выйдет. И это проблема номер один. Вы ограничены функционалом, который изначально заложен в эту систему. И единственный способ у вас изменить функционал, это изменить фактически конструкцию. Но переезд с конструкции на конструкцию чреват сменой ссылок и, конечно же, проблемами, которыми есть у всех переездов при редизайне. Об этом мы рассказывали в вебинаре. Ссылочка на этот вебинар сейчас появится про переезд сайта. Это проблема номер один. Второй проблемой является ограниченность, помимо функционала классического, ограниченность в том, что на сайте вы не можете добавлять те элементы, которые вы бы хотели добавить на существующем ресурсе, допустим, проведя полный анализ конкурентов. Вот вы провели конкурентный анализ, увидели, как делают ребята крутые сайты, как они допустительно добавляют. Но вы понимаете, что отдельный конструктор по умолчанию предлагает некие статичные наборы форм. Как мы видели на примере Wix, вы ограничены изначально ассортиментом тем, которые есть не только в рамках одной темы, вы ассортиментом самих тем ограничены на ресурсе. Если же под WordPress на, допустим, ряде сайтов вы можете задать запрос там купить темы WordPress, которые продаются и выбрать там сайт, допустим, template-monster такой ресурс и видеть, что у него есть 2860 тем на WordPress самых разных, самые популярные. Вы можете даже найти рейтинг этих тем, узнать сколько они стоят и реально тут люди создают классные темы, но это WordPress, это не конструкция, здесь все нужно программист, натягивать, все это возиться, настраивать модули. Это действительно работа с веб-разработчиками. У вас, покупая даже тему на WordPress, вы по факту должны еще покупить разработчика, купить его время, чтобы это все настроить. В то время как фактически здесь у вас нет покупки на разработку, здесь у вас просто вот есть темы в том виде, как они есть. И их количество обычно прилично ограничено в рамках той или иной тематики. И конструкторы какие бы ни были популярны, у них функционал, разброс тем гораздо меньше. И поэтому чаще всего вы будете сталкиваться с тем, что на бесплатных сайтах, где там создаются темы, то есть все эти блоки, они примерно выглядят одинаково. Например, известная платформа Tilda предлагает создание сайтов, где у него просто вы выбираете те или иные блоки в том виде, как они есть. И сайты, которые из него получаются, получаются вполне симпатичными, могут выглядеть даже и довольно интересно. Но вы столкнетесь с тем, что дизайн, который сюда закладывается, на него нужно действительно уделять более тщательно внимание. Потому что вы ограничены тем, что вы заливаете просто картинку. Вы не можете прописать, и как она должна реагировать на той или иной верстки, и какая должна заменяться, какая оставаться, как она должна делать, чтобы верстка это не плыла, чтобы она выглядела симпатично. И иногда получается, что просто заливая текст, вы показываете с тем, что текст просто выглядит даже слабо на фоне заливки. Здесь даже видно, что отступ высоты символов слишком наслаиваются друг на друга. И это то, что решается в принципе при верстке. Здесь нужно делать реальные танцы с бубном, чтобы это все внедрить и исправить. И здесь вот вы можете столкнуться с тем, что Tilda, как бы она ни казалась классной компанией, которая создает сайты, но они выглядят как-то все одинаково. Это вот серьезный минус, второй минус всех сайтов, которые сделаны на конструкторах. Вы видите это сходство сайтов, которые сделаны именно на них. И в этом-то кроется ключевая проблема. Вы очень ограничены в дизайнерских вариантах. Здесь сейчас владельцы сайта на конструкторах могут мне возразить в комментариях, что они делают классные сайты, что они выжимают полный там полный вообще там все кпд из этих ресурсов и умудряются создавать хорошие сайты. Но мы перейдем сейчас к третьей ошибке. И здесь действительно кроется самый большой подвох. Третьей проблемой, которую я бы выделил при работе с сайтами на конструкторах, это у них очень проблемные, так называемые показатели PageSpeed. И здесь давайте мы просто проверим некоторые сайты. Мы сейчас просто зайдем на один из сайтов на конструкторе и посмотрим его PageSpeed. И аналогично зайдем какой-нибудь украинский сайт и тоже его проверим на PageSpeed. И на самом деле вы можете убедиться в том, что сайты на конструкторах редко показывают высокие показатели. Первый вариант сайта сделан на платформе Megagroup. Второй сайт сделан на платформе Prom.ua. И вы можете замерить PageSpeed при помощи специальной утилиты Google. Эта утилита бесплатная. Она позволяет замерить скорость загрузки ваших страниц. Правильнее замерять не только главную страницу. Хотя главная должна грузиться быстрее всех. Правильно нужно замерять все приоритетные страницы, которые вам дают органический трафик. Возьмите все страницы за год, которые у вас идут. И и по них замеряете PageSpeed, по которым идет органический трафик. Они являются вашим двигателем. Да, их может быть действительно много. И мы видим, что показатели для мобильных PageSpeed действительно очень плохие. Десктоп может даже выдавать адекватные вариации. Ну, адекватные. В рамках каких мерках? На самом деле, любой другой ресурс, например, если мы сейчас даже зайдем на SEO Quick наш и замерим PageSpeed, вы увидите, что показатели SEO Quick будут гораздо выше. А он сделан на платформе WordPress. То есть он сделан на отдельной CMS, а не на просто конструкторе. То есть в WordPress же есть еще конструктор. И как вы видите, у SEO Quick мобильная версия грузится 99.100. В то время как конструкторы выдают вообще мизерные значения. И вы можете разумно сказать, так это работа SEO специалиста, заниматься исправлением этих показателей PageSpeed. Так вот, вас ждет очень большое разочарование. Мы максимум, что можем сделать, это сжать картинки, если есть соответствующий модуль в этом конструкторе. Все остальное, это ограничение той темы, которую вы выбрали. И проблемы оптимизации владельца площадки, то есть самого конструктора. И вы здесь ничего изменить не можете. Поэтому к нам, когда приходит сайт на конструкторы, мы технические аудиты делаем гораздо дешевле, чем делаются для классических платформ. По одной простой причине. Не потому, что там, как говорится, работы мало. Нет, там есть что сканировать. Проблема в том, что нет смысла выписывать ошибки, которые никогда не могут, не будут исправлены. Которые никак нельзя исправить. Поэтому аудит скорости для сайтов конструкторов можно просто показать цифры, но это как, не знаю, нет аналогов, которые я могу сказать. Это просто бесполезное действие. То есть бесполезный документ, который никто не будет исправлять. Мы сталкивались с негативным опытом общения с техподдержкой, как и промо, так и поддержкой мегагруппы и другими платформами. Скорость своих тем они ускорить не могут. Это критичная проблема. И вы знаете про Core Web Vitals, обновление Google, которое влияет на ранжирование. И именно из-за этих причин я не могу советовать конструкторы, как действительно адекватные платформы для создания сайтов. Но перейдем немножечко и к хорошему. Разберем ключевые факторы продвижения таких сайтов. Конечно же в первую очередь это мобильная версия. Наличие хорошей адаптивной темы, которая проходит все тесты через мобильную версию, это действительно очень сильные показатели. Например, мы возьмем один из сайтов, который мы сейчас будем оценивать и проверим его мобильную версию. Например, вот этот. И проверим, как он ранжируется по оптимизации для мобильных устройств. Есть специальная страница, которая позволяет проверить оптимизацию под мобилки. Именно этот отчет в Google позволяет узнать, есть ли какие-то дефекты, которые мешают этой странице полноценно отображаться на мобильных устройствах. И я могу смело сказать, что большинство конструкторов, да и в принципе 99 популярных процентов конструкторов, этот тест проходит без каких-либо проблем. Это чаще всего является их козырной штукой, что у них есть адаптивный дизайн. Как мы видим, отчет подтвердил мои слова. И конечно же страничка проверена, оптимизирована для мобильных устройств и никаких ошибок не выдает. И действительно можно увидеть скриншот, можно увидеть код, можно увидеть какие особенности были загружены ресурсы, либо какие не загружены по каким-либо причинам. Сообщения из консолей, то есть которые могут выдавать ошибку. Но фокус в том, что вот эти ошибки вы никак не можете исправить, никак на их не можете повлиять. Единственное, что вы можете действительно проверить, что она оптимизирована или не оптимизирована. Но в большинстве случаев они оптимизированы. Поэтому это очень серьезный плюс. Другой особенностью всех CMS конструкторов является то, что в принципе на них уже по умолчанию в зависимости от типа страниц заложены решенные вопросы с микроразметкой. Но не у всех. Вы должны понимать, что чем более старая тема, тем скорее всего ее не обновляли и не добавляли на нее новые штуки. Поэтому очень важно выбирать правильную тему. Если вы аптека или клиника, выбирайте тему для клиник, потому что именно разделы врачей там специально могут быть размечены. А могут и нет. Хорошие темы, которые имеют действительно американские корни. Поэтому если вы планируете все-таки на конструкторе создавать сайт какой-нибудь стоматологии, я бы брал все-таки платформу Wix, потому что она очень популярна за рубежом. И там многие вещи по микроразметке реализованы. И она не зря находится на топ-2, то есть фактически на втором месте по популярности среди CMS. Да, среди конструкторов фактически она первая. Второй момент, конечно же, это то, что выкатил Google не так давно. Это экспертность, авторитет и траст. И эти показатели. И хорошие темы зарубежные действительно имеют в себе весь этот функционал. Главное его правильно заполнить в админке этого конструктора, прописав все соответствующие элементы. Например, если мы посмотрим на наш сайт, один из которых мы смотрим, мы видим, что здесь вот написано. Фактически есть подвальчик со всеми нужными информациями, но он заполнен не до конца. Например, на этом же сайте мы видим, здесь есть вся информация, которая нужна. То есть соцсети, доставка оплаты, скидки акций, политика. То есть здесь эта страничка оформлена гораздо лучше. И эта платформа выглядит более выгодно, чем платформа ProMua, потому что по EAT показатели здесь сделаны гораздо качественнее. И это заметно, что здесь действительно сделан очень хороший контент, который действительно очень позволяет привлечь внимание как аудитории, так и поисковик видит, что контент на этом ресурсе максимально полезен. Поэтому EAT показатели, которые выражаются как в подвале, так и правильно указанных контактных данных, в удобстве, собственно, навигации по меню, работы, собственно, личного кабинета, наличие всех возможных информаций, как связаться, времени работы. Это действительно является EAT фактором для продвижения, потому что мы знаем, что грамотно расписанные эти вещи являются ключевым для того, чтобы вы спокойно продвигались в Google, не оглядывая, что вас, как говорится, понижает, потому что у вас каких-то данных в платформе не хватает. Поэтому обращайте внимание, когда выбираете тему, на то, что эти показатели можно прописать, так называемые служебные страницы. И мы перейдем к следующему фактору, при помощи которых можно спокойно двигаться на конструкторе, даже учитывая с их ограничениями. Да, вы можете видеть, что я, когда писал эту статью, кстати, вот я сейчас ее показываю, на этой статье можно увидеть, что я рассматривал все эти факторы ранжирования и говорил, сетал на плохую скорость, но могу сказать, что по органическому трафику все эти ресурсы прекрасно могут двигаться, и двигаться могут действительно нормально-таки в топах. И действительно хорошими показателями для этих ресурсов является сочетание следующих факторов. Во-первых, по умолчанию встроенные SEO-модули. SEO-модулем уделяется на конструкторах действительно много внимания, которые автоматически генерируют теги в зависимости от заполненных товаров, которые правильно позволяют прописать их, в случае чего ручками отредактировать. Также они имеют микроразметку, размеченные хлебные крошки, навигацию, перелинковка просто идет прямо под ключ, поэтому даже просто заполняя свой сайт, он заполняется уже по всем канонам, где не будет у вас ни слепых страниц, которые сиротские, дальние, которые не связаны никак с друг другом. У вас будет автоматом сгенерирована карта сайта, будет автоматом сгенерирован фид для Яндекс.Маркета и Google Мерчинта, если вы интернет-магазин, просто без каких-либо костылей. Потому что изначально эти вещи закладываются в определенные темы, вы за это платите. И мы замечали, что да, действительно их за счет этих вещей продвигать можно, потому что если у вас нет денег на программиста, если у вас нет денег на дизайнера, который будет заниматься веб-дизайном, а просто есть обычный дизайнер, который в соцсетях работает, то вам как раз действительно подойдет конструктор. И я говорю это на полном серьезе, действительно можно продвигать сайты, которые сделаны в конструкторах, и они могут быть даже довольно-таки большими. Конечно же, неплохо было бы вложиться и сделать хороший сайт в большой интернет-магазин, потому что у него гораздо больше потенциала. Но я могу одно сказать, неграмотная SEO-работа и работа внутри вашей компании, даже с большим магазином, сделанным на CMS, либо вообще на самописи, может привести к провалу и действительно не дать никаких результатов, чем спокойная, равномерная, размеренная работа, где вы будете все делать грамотно и правильно, даже на конструкторе. Здесь действительно подойдет хорошо поговорка, тише едешь, дальше будешь. Но действительно я могу сказать, да, минусы есть у конструкторов, это действительно их потенциал со скоростью, потенциал с невозможностью доработки, но плюсами это действительно их полная подготовка вообще к продвижению, где действительно все сделано было практически без каких-либо трудностей. И мы не были заняты никак ничем, кроме просто SEO-оптимизации. Да, очень мне понравилось работать с конструкторами тем, что если я что-то хочу поменять, я захожу и меняю, потому что в админке я могу найти нужные мне созданные поля, поэтому сайты на конструкторах максимально заточены под то, чтобы SEO-шник там правил что-то руками. Хотите поменять робот, робот в отдельном поле. Хотите настроить редирект, для редиректора есть соответствующая настройка. Хотите прописать canonical для таких-то типов страниц, он просто поставили галочку в нужном поле, и эти странички получили canonical без каких-либо костылей. Да, конечно же, ничего другого сложного сделать вы никак не сможете, но а нужно ли оно вам? Ну и, конечно же, по поводу Яндекса. Первое, что мы заметили, оптимизация под Яндекс прошла буквально просто, как только мы сайт добавили в Яндекс, и у нас не было никаких проблем. Мы подтянули практически все данные в колдунщике, получив зеленые галочки. Буквально всего лишь парочку мы повозились, поработали в вебмастере, все остальное у нас пошло вверх, и сайт действительно пошел вверх. И он растет до сих пор, и мы с ним до сих пор работаем, поэтому смело могу сказать, что работа с сайтами на конструкторе не такая страшная. Да, есть проблемы, вы можете найти кучу мнений по поводу SEOшников, почему на конструкторах не рекомендуется создавать сайт, и мы переходим по этому к выводам. Давайте взвесим все за и против. Мы имеем ряд недостатков, которые мы рассмотрели при разборе сайтов на конструкторе. Мы имеем ряд преимуществ, которые мы рассмотрели при работе с сайтами на конструкторе. И давайте их сейчас взвесим. Первый плюс, конечно же, вам не нужен программист. Программист вам может подхватиться действительно по зарплате, там, ну, каких-то там тысячу долларов, там, полторы тысячи долларов в месяц для одного ресурса. Это, ну, я считаю, это такие средние зарплаты, которые вам нужен будет он. И то, более того, если у вас гигантский интернет-магазин, он вам пригодится гораздо чаще, потому что вам придется ему платить больше денег. Конструкторы здесь выигрывают по стоимости, потому что для них программист по факту в том виде, как вы его понимаете, не нужен. Из минусов сразу, что мы получаем, мы не можем влиять на структуру сайта без каких-либо смен, тем переезда на другие конструкторы. Мы работаем с той темой, которую выбрали. То есть фундамент закладывается на момент выбора темы. И редизайны действительно делать сложнее. Второй момент, который с этим связан, мы никак не можем ускорить наш сайт, кроме как жаловаться в техподдержку и говорить, что наша тема слишком медленно. И пускай они как-то пробуют ее ускорить, но я скажу это так, вероятность 2%, что вами начнут заниматься. В противном случае скажут, что мы ничем не можем помочь. Технический аудит из-за этого сводится чаще всего к проверке метаданных, поиск убитых ссылок, работая с контентом, работая с метаданными, которые прописываются сразу же. То есть технический аудит де-факто вы сразу же и исправляете. Без каких-либо костылей. Вам не нужен программист, чтобы его исправлять. Вы как его сделали, и вы его тут же исправляете. Поэтому очень выгодно, если вы SEO-специалист и работаете с конструктором, не формировать отчет, который будет пытаться кем-то исправляться, а сразу писать себе задание, как это делать, как это исправить. Сразу готовить уже правильный вариант для заливки. И конструкторы чаще всего поддерживают работу обмена данных через CSV. Вы можете скачать CSV базу данных, таблицы той, которую вам нужно исправить, исправляете и заливаете ее обратно. Главное, чтобы ничего не поломать. Поэтому не забывайте, что есть система бэкапов. Поэтому технический аудит будет проще и будет направлен больше на исправление. А вот с аудитом юзабилити вы столкнетесь с тем, что исправление его будет больше связано с редактированием отдельных страничек. Да, там есть визуальный редактор, где вы можете двигать отдельные элементы, изменять размеры, перекрашивать цвет. Поэтому аудит юзабилити вам тоже придется исправлять руками. Поэтому, когда вы делаете аудит юзабилити, вы должны понимать возможности платформы, на которой сайт создан. То есть, если вы можете это исправить, пишите, что надо исправлять. Если это исправить физически невозможно на этой платформе, зачем это писать? Поэтому аудит юзабилити делайте с оглядкой на то, что вам нужно исправлять. Ну и, конечно же, следующая проблема связывается с тем, что иногда бывают проблемы с заливкой контента. Вот. И причина заключается в том, что верстка контента, которую вы можете писать, зависит от платформы, куда вы ее заливаете. Иногда могут некоторые HTML-коды распознаваться не совсем корректно или выглядеть некрасиво. Здесь придется действительно иногда общаться с поддержкой, чтобы решить, почему мой список не отображается как надо. Или почему таблица разваливается. Вот. Большая работа будет вестись по категориям, категорийным страницам. Если мы говорим про интернет-магазин, работы по категориям придется вести действительно много. Но, как я и говорил, делается все это через таблицы. Заранее пишется файл с метаданными. Потом выкачивается исходный файл метаданных через CSV, заполняется вашими значениями и заливается обратно. Ну и, конечно же, проверяется. Вот. Очень важно при выборе конструктора правильно выбирать тему. Я говорил, что конструкторы очень ограничены. Поэтому очень тщательно изучайте тему, на которой вы планируете делать сайт. Попробуйте сделать тестовый шаблон, заполнить его перед публикацией. Посмотреть, как выглядит ваш сайт. Да, вы потратите время. Да, вы займете время ваших сотрудников, которые будут заниматься тем, что будут переносить контент на разные темы и смотреть, как он выглядит. Но у вас нет другого пути, потому что в фотошопе вы не сможете это все отрисовать. Это нет смысла. Более того, конструкторы предлагают сразу сделать это прямо в них. Вот. Конечно же, с аналитикой обстоят дела здесь чуть-чуть по-другому. По одной простой причине. Вы не можете внедрять коды там, где вы хотите. Но вся аналитика настраивается через Google Tag Manager. Google Tag Manager прекрасный урок дал Иван Поли у нас на канале. Вы можете его изучить, где он рассказывал, как вылавливать события и из событий создавать конверсии. Поэтому у каждого конструктора есть свои события, которые встроены. Изначально встроенные события, которые вам не нужно прописывать. Они уже есть. Ваша задача поймать комбинацию этих событий и сформировать конверсию. Ну и, конечно же, работа с контентом здесь не меняется. Что там надо работать с контентом, что здесь. Но, действительно, чем преимущество конструкторов? Работать с контентом в них проще. И если мы говорим про магазины, поднятые на конструкторах, там действительно работать проще. И последнее, что я бы хотел сказать, ссылочное продвижение ничем не отличается. Какие бы вы сайты ни делали, на самописи, на конструкторе, на отдельной CMS, ссылочные методы продвижения не имеют никаких отличий. А какие методы ссылочного продвижения применять, я рассказывал в соответствующем видео про белые методы продвижения. Если коротко говорить по поводу продвижения сайтов на конструкторе, они продвигаются дольше. Причина. Мы можем проигрывать конкурентам, которые сделаны на других платформах. И в этом есть определенный минус, потому что платформы действительно имеют более высокие показатели скорости, более высокие показатели юзабилити. В них темы сделаны более тщательно, потому что интернет-магазины, которые находятся в топах высококонкурентных нишах, уделяют гигантское внимание своему дизайну, кнопочкам, элементам, взаимодействию. То есть, чем ниша более конкурентная, тем менее вероятно, что ваш конструктор там выживет. Но если вы продаете какой-нибудь, например, шпон или продаете краски какие-то специализированные магазины или утеплители, то конструктор может быть действительно вам и подойдет. Потому что вам для сайта по курсу в английскому языку хватит и конструктора. И не нужно сильно заниматься тем, чтобы делать себе дорогущий сайт, который съест весь вас бюджет и не выделит вам деньги на маркетинг. Поэтому здесь есть смысл задуматься. Малому бизнесу действительно можно присмотреться к конструкторам для того, чтобы их продвигать. На этом все. С вами был Николай Шмычков. Вы можете задавать вопросы в комментариях. Я на них обязательно отвечаю. Я отвечаю на все комментарии, которые мне зададут. Если же у вас возникли вопросы по другим нашим роликам, вы всегда можете написать в нашу телеграм-группу. Ссылочка будет в описании. А также не забывайте приходить к нам на вебинары, где мы разбираем в живом режиме те темы, которые больше всего вас волнуют. И вы можете задать в прямом эфире мне и моему гостю вопросы, и мы вместе на них ответим. Всем спасибо и пока-пока. Продолжение следует...